Напоминаю, вы смотрите телеканал «Варианты». Я рада приветствовать в нашей студии директора Владимирского академического театра драмы Бориса Гунина. Борис Григорьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, открытие театрального сезона, подведение итогов фестиваля «Театр Территория Единения». Я знаю, что есть еще о чем рассказать о новых фестивалях. Давайте обо всем в хронологическом порядке. Театр Территория Единения – фестиваль, который отгребел у нас в области, международный фестиваль. Делитесь своими эмоциями. Ну, замечательная была история. Теперь же можно говорить «история». В течение восьми дней на разных площадках города показывали свои спектакли. Удивительные артисты из замечательных театров шести стран. Огромное количество городов России, 20 спектаклей, 3000, чуть больше 3000 зрителей. Замечательные эмоции, аплодисменты, общение. Мне очень понравился этот фестиваль. Он был насыщенным, интересным и очень дружеским. Ну, собственно, он и затевался. Вот этот фестиваль «Театр Территории Единения», он и подразумевает абсолютно дружеское расположение, дружеское общение, воспоминания дружеские, переписки по окончании фестиваля. Нам пишут наши коллеги, нас благодарят. Мы благодарим наших коллег, которые приехали, поучаствовали в фестивале. Мы уже получаем заявки на будущий фестиваль. Так что все очень интересно и насыщенно. А какой восторг приходили наши коллеги, артисты из разных городов, посетив Суздаль. Они приезжали оттуда совершенно в каком-то приподнятом, воодушевленном состоянии и настроении. Это тоже работает на фестиваль, это тоже создает его атмосферу. Ну и очень компетентная и дружелюбная, подчеркиваю, все время подчеркиваю это слово дружелюбная, экспертный совет. Крупные специалисты, театроведы, театральные критики очень по-доброму, очень по-хорошему обсуждали спектакли. И от этих обсуждений, и от этого общения все тоже были довольны, получали удовольствие. Слушайте, ну как я помню, вы вносите вклад не только в культурную жизнь нашей области, но и поднимаете туристическую привлекательность. Бесспорно, бесспорно. Очень многие наши коллеги, приехавшие на фестиваль, впервые приезжали во Владимир. Конечно, никогда не бывали в Суздале. Но, приехав из Суздале и уезжая из Владимира, они сказали о том, что они о своих впечатлениях расскажут всем своим близким и далеким. О том, что непременно каждый человек должен приехать во Владимир, древний Владимир, посетить древний Суздаль, приобщиться к нашим святыням. Мы, конечно, вносим свой, может быть, скромный, но тем не менее вклад в туристическую привлекательность Владимира, Владимирской области. Ну, я знаю, что артисты нашего Владимирского академического театра драмы участвовали, сами водили даже экскурсии, знакомили жителей, знакомили гостей с нашим городом и так далее. Вот были ли они рады или, может быть, такой доп. нагрузки, скажем так? Нет, что вы, все были очень заинтересованы. Ну, посмотрите, мы же единая команда, мы один коллектив, поэтому мы все соучастники проведения фестиваля. Ну, у каждого своя миссия. Вот у ряда артистов была миссия кураторов наших гостей. И, конечно, они старались сделать все возможное, чтобы гостям было комфортно, уютно и понятно. Они готовились к этим экскурсиям, они перечитывали массу материала для того, чтобы очень компетентно сообщить своим коллегам, с которыми они проводили экскурсии, о значимости того или иного места в нашем крае. Я просто почему-то задала этот вопрос, чтобы нашим зрителям было понятно, что это не просто, да, там, приехали гости, там, показали свои спектакли, мы пришли, посмотрели, вроде фестиваль прошел. То есть это еще знакомство с городом и много интересных впечатлений, потому что вот вы постоянно говорите «друзья, друзья, друзья». То есть это были старые друзья или много приобретенных новых? Это и старые, и новые. А вот есть у нас такой друг наш давний, артист из Азербайджана Шовги Гусейнов. Мы с ним познакомились много лет тому на фестивале в Македонии. Потом мы пересекались еще на каких-то фестивалях, но никак не складывалось, чтобы он приехал к нам. И, наконец-то, наш давний друг приехал, а был еще один коллектив и один режиссер-артист, с которым я знаком, 52 года. Он приехал со своим спектаклем из Израиля, а познакомились мы с ним в 71-м году на призывном пункте, нас призвали в армию. Мы вместе в одном полку, в одной роте, в одном взводе служили два года. Потом мы некоторое время работали вместе в Магадане. Теперь он уже много лет живет в Израиле, и вот он тоже приехал. Это просто очень близкий друг. Я знаю, что этот фестиваль закончился, начинается подготовка к следующим, но буквально вчера уже просочилось средство массовой информации, анонсы о том, что в 2024 году состоится еще один фестиваль, необычный фестиваль. Что это за фестиваль? Расскажите, как родилась вообще его идея? Ну, дело в том, что не просочилось, а заявилось сообщение о том, что в 2024 году мы будем проводить фестиваль «Княгиня Ольга», посвященный тысячелетию Сузары. Он пройдет в августе, ну, так же, как и в этом году театр «Территория Единения». К участию в этом фестивале приглашаются спектакли, в которых преимущественно все персонажи женщины. Либо это спектакль о женских историях, о женских судьбах. Мы хотим посвятить этот фестиваль, кроме тысячелетия Суздаля, ну, значимости женщины во всех проявлениях нашей жизни и нашей истории. И мы говорим о том, что «Княгиня Ольга» первая русская христианка, она, конечно, праматерь всего и вся, и она начала начал. Мы отдаем дань почтения ей и всем женщинам мира. Как идея родилась? Интересная такая, может быть, не совсем подходящая, подходящий аппетит, креативная идея? Вы знаете, это труднообъяснимое положение, ситуация. Ну, вот промелькнуло, взорвалось и возникло. Да, и возникло, да. Сейчас еще рано говорить о том, кто, что, сколько будет спектакль. Нет, я могу сказать. Мы же не стоим ни одного дня, ни одной минуты на месте. Мы уже провели переговоры с рядом театров. Ряд театров дал нам согласие о приезде. Некоторые пока в размышлении. Август не очень удобный месяц, время театральных отпусков. Кому-то нужно сдвигать отпуск, кому-то нужно вызывать из отпуска артистов. Сложная ситуация, ее нужно осмыслить. Но, тем не менее, как только мы сообщили о приеме заявок, нам уже поступили несколько заявок на этот фестиваль. Мы сейчас накопимся, до 1 ноября соберем заявки, отберем. Но те театры, с которыми мы уже переговорили, и качество спектаклей нам известно, и мы знаем, что это спектакли женские, ряд театров нам уже дал согласие. А будет у нас 8 или 9 спектаклей с 9 по 16-18 августа. Возвращаясь к августу, ведь театр «Территория единения» – это тоже августовский фестиваль. Здесь помешал или, наоборот, в плюс то, что это было в августе? Знаете, мы никогда не проводили летом подобных событий, не устраивали. Для нас это был большой эксперимент и огромный риск. Мы не знали, в каком состоянии находятся зрители в августе. Есть ли вообще люди в городе. И поэтому мы очень рисковали. Но, как известно, кто не рискует, то, как правило, не поднимает бокал. Зрители пришли. На каждом спектакле были аншлаги. Людей этот фестиваль и эти спектакли интересовали. Мы понимаем, что в августе очень много театральной публики во Владимире, что много театральной публики может приехать из каких-то городов ближайших, из области. И поэтому у нас уже нет беспокойства по поводу наполнения залом. А учитывая, что приедут очень известные и очень высокого художественного уровня театры и спектакли, то у меня не вызывается мнение, что наши залы в августе 2024 года будут наполнены. Ну, слушайте, вот у этого фестиваля театр территории единения все-таки был один минус. Не хватало мест. Не все попали. Будет ли исправлен этот минус в 2024 году? Ну, надо говорить о том, что мы работали. Он, собственно, и направлен на этот фестиваль моно- и камерных спектаклей, который не подозревает большие площадки. И предполагает показ спектакля на маленьких сценах в небольших зрительных залах. Поэтому, наверное, и не хватало. И это замечательно, что не хватало. Это радость директора, когда негде сесть, когда нет свободного стула. Но фестиваль «Княгиня Ольга» будет проходить на нашей сцене, в нашем 600-местном зале. Я надеюсь, что и там не будет хватать места. И это будет большой радостью для нас всех. Ну что ж, с нетерпением ждем августа 2024-го. Но впереди открытие сезона. Открытие сезона какого числа? 8 сентября. 8 сентября. Вот через пару дней. Что нам ждать в этом новом театральном сезоне нам, зрителям? Ну, у нас довольно интересная, как мне кажется, постановочная программа. Мы начинаем. Первая премьера. На малой сцене. Какая шутливая история. Рекомендация для желающих жениться. На малой сцене? На малой сцене. Вот, уже одна новость. Да, да. По произведениям Чехова. А дальше большой спектакль. И ставит на малой сцене Вячеслав Тереченко. Мы знаем этого режиссера. Он поставил у нас замечательный спектакль. «Моя мать, секретарь, ангела смерти». Вот следующая его работа. Большая масштабная история. «Мертвые души». Гоголь. 10 ноября. Ставит Владимир Кузнецов. «Для детей». Вовка в 30-м царстве. В постановке нашей актрисы Анны Зайцевой. Следующая работа. Наступает год Пушкина. 225-летие. Следующая работа. Барышня-крестьянка. В постановке Сергея Грицая. Тоже известного нам режиссера. Поставившего у нас спектакль «Холстомер». Закончим сезон на большой сцене. Спектакля «Черные доски» по произведениям Салаухина в связи с его столетием. И на малой сцене будет еще один спектакль, никогда не ставившийся в нашем театре, «Фантазии Фарятьева». Вот такая у нас репертуарная история. Вот такие спектакли вы сможете увидеть в новом сезоне. Есть звонок зрителя. Давайте ответим. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Борис Григорьевич, скажите, пожалуйста, а какой спектакль вас особенно породил в положительном смысле во время фестиваля «Театр территории Единения»? Очень интересно ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Хороший и интересный вопрос. Буду откровенен с вами. Мне очень понравился спектакль упомянутого мной уже здесь Шовги Гусейнова, спектакль «Контрабас». Замечательную работу показал актер из Луганска «Спасти камер юнкера» Пушкина. Прекрасная работа была театр «Блуждающие звезды» из Москвы. «Нездешний вечер». Прекрасная, просто удивительно тонкая история спектакль «Розовое платье с зеленым пояском», который играла актриса из театра «Большая медведица». И удивительно тонкая работа игралась на необычной площадке в арестобаре «Пятница». Актриса из Казани «Счастливая Шарлотта» по Вишневому саду. Ну, некая фантазия на тему Вишневого сада Чехова. И героини этой пьесы Шарлотты. Вот интересные работы, которые были мне близки. А вот, кстати, прошел фестиваль, да? Где теперь вот наши, в принципе, наши спектакли зрители смогут увидеть, а вот то, что они увидели на фестивале, по большому счету, все. Они это увидеть вряд ли смогут, так или нет? В чем такая уникальность? Если они приедут на какой-нибудь другой фестиваль в каком-нибудь другом городе и увидят там что-то известное, но не увиденное у нас, но по названию, они смогут это посмотреть, у нас нет. Ну, то есть потихоньку, наверное, тоже определенное воспитание зрителей. Будем ездить, зрители тоже начнут ездить по фестивалям. В принципе, тоже интересный туризм, да, такой театральный? Бесспорно, это очень интересная история, потому что на каждом фестивале, ну, как вот говорят критики, как говорят специалисты, если на фестивале есть хотя бы один выдающийся спектакль, фестиваль уже состоялся. А на нашем фестивале таких спектаклей было немало, и, значит, он безусловно состоялся. Поэтому, несомненно, интересно приехать на какой-то другой фестиваль, посмотреть афишку этого фестиваля и понять уровень этого фестиваля, насколько коллективы, которые туда приглашаются, соответствуют тому пониманию театра, которое есть у зрителей, которые приезжают на этот фестиваль. Ну что ж, мы здесь во Владимире в ожидании премьеры. Изменилось ли что-то в продаже билетов? Каким образом узнавать где, как покупать билеты и так далее? Вы знаете, мы сейчас практически полностью, на 99% перешли на продажу билетов электронно. Их можно купить на нашем сайте, их можно купить в кассе.ру. Наши уполномоченные проходят по городу, а вот в театре или на тех площадках, где мы работаем, кассы нет. Билеты можно будет купить, если не таким образом, которым я обозначил, их можно будет купить перед началом спектакля. Сегодня нет необходимости нам держать с утра до вечера открытую кассу. Средства современные позволяют это сделать, не выходя из дома. Ну что ж, пользуемся сайтом и покупаем билеты онлайн. Спасибо большое. Напоминаю, наш гость сегодня, директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин. Борис Григорьевич, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.